Этна, самый большой и беспокойный вулкан Европы. Вот уже на протяжении многих тысяч лет она доставляет множество неприятностей всем, кто селится на ее склонах. Практически в самом сердце Европы, на восточном побережье острова Сицилия, находится вулкан, более чем в два раза превосходящий знаменитый Везувий. С каждым годом его активность не спадает, а наоборот возрастает, на протяжении лишь последних четырех тысяч лет официальных наблюдений. Этна извергалась более двухсот раз, причем некоторые землетрясения длились не один год, приносили многочисленные разрушения и жертвы. Облако пепла в иные годы доходило даже до Рима, оседая на поле по всему Средиземноморью и оставляя жителей без урожая. Но несмотря на такой буйный нрав, сицилийцы любят свою гору, ласково называя ее сеньорой. Более миллиона человек живет у склонов действующего вулкана и никуда не собирается уходить здесь. У подножия Этны, всегда в достатке природных удобрений в виде лавы и пепла, вследствие чего земля на ее склонах чрезвычайно плодородна, Этна славится своими виноградниками, здесь множество фруктовых и оливковых рощ. В давние времена мифов и легенд, а возникла Этна приблизительно 600 тысяч лет назад, гора, как и вся Сицилия, тоже была заселена, здесь находилась кузница бога Геофиса, а Афина, дочь Зевса в поединке с гигантом Энкеладом сумела так уложить его, что придавила беднягу островом Сицилия, под которым он и находится по сей день. А в те моменты, когда Энкеладу надоедает лежать в одной позе и он начинает шевелиться, вот тогда и случаются землетрясения и извержения вулкана. Другими жителями острова были циклопы. С одним из этих огромных созданий, Полифемом, встретился Одиссей во время своего путешествия за Золотым Руном. После того, как хитрецу Одиссею и его друзьям удалось сбежать из пещеры Полифема, тот бросился за ними вдогонку и швырял вслед скалы, посмотреть на которые приходят и сегодня, они так и стоят на восточном побережье острова, получившем название побережье циклопов. Но не только древними легендами привлекательна Этна. Тысячи туристов ежедневно поднимаются по канатным дорогам на высоту от 2000 до 3000 метров, чтобы отдать дань уважения грозной горе, почувствовать близость к недрам земли, увидеть удивительной красоты виды, открывающиеся со склонов древней горы. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.